здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня мы будем продолжать заниматься темой профайлинга следующее занятие которое я вам обещала по вегетативной нервной системе ну давайте не будем откладывать и начнем а вообще вот эту схему вы видели еще в предыдущем занятии я вам говорила что ложь мы определяем на трех уровнях причем самый глубокий уровень и самый сложно контролируемый это вегетативная нервная система то что мы сегодня будем с вами изучать следую следующим пластом идет эмоции ему по эмоциям у меня есть курс он довольно объемный получился 18 уроков но это не просто так я собрала все свои разборы вот все касаемо эмоций до разложила их по полочкам и вы можете это просмотреть и тем самым наработать знаете такой навык вообще эмоции определяются с помощью навыка и все ну вот эти вот способы которые я вам показываю все это навык который нарабатывается и в общем то вот вы можете присоединиться курс уже готов под этим видео есть ссылочка на этот курс эмоции ну в общем это это следующий пласт и еще один ну то есть средний пласт это эмоции но их как люди уже хорошо разбирающиеся в коммуникациях которые много общаются особенно продавцы или коммуникаторы да они уже более менее умеют отслеживать эмоции свои да и выдавать нам то что надо и самый легкий для лжеца и самый ну можно сказать поверхностный пласт это жесты жесты мы с вами будем разбирать я сделаю еще один курс вы можете сделать предзаказ под этим видео тоже есть ссылочка на этот курс я уже начала с ним работать тоже соберу из всех наших разборов а как вы знаете мы на канале делаем разборы реальных интервью реальных каких-то выступлений до публичных людей и вы определяем где нам врут вот таким образом мы с вами учимся да и часто у меня спрашивают вот как вы определяете это все в обычной жизни а в обычной жизни это получается вот с помощью того навыка который мы здесь с вами отрабатываем уже получается очень легко это делать потому что в общем то даже интервью я смотрю на скорости в два раза быстрее потому что мне достаточно для того чтобы увидеть все что мне надо а да так вот вот эти три пласта которые я вам сейчас показала они очень важны в плане того что ну во первых вы должны в этом всем разбираться да во вторых это как сказать вот если человек не врет дата вот эти все пласты они соответствуют друг другу если же человек начинает врать или волноваться ну как мы помним ложь всегда стресса стресс не всегда ложь но тем не менее если пошло какое-то волнение пошло как ну как какая-то несостыковка значит вот здесь надо копать больше здесь надо разбираться и кстати в конце видео я вам покажу и вы мне прям в комментариях напишите вот где но с учетом тех знаний которые я сегодня вам дам на уроке по вегетативной нервной системе мы с вами это все в принципе всегда ну как вот на наших разборах я вам периодически косвенно вот эти сигналы даю но давайте уже непосредственно приступим к обучению потому что ночью чё долго рассуждать да и значит первый я вам обещала 11 ключей а да еще забыла сказать про вегетативную нервную систему самое главное забыла сказать а да вообще вегетативная нервная система а это в переводе от латинского вегетати у это возбуждение и вегетативу растительный то есть возбуждение растительное вот вот это сочетание двух слов как вы понимаете что ну к интеллекту или какой-то мозговой деятельности отношения не имеет вообще что это такое вегетативная нервная система это отдел нервной системы регулирующий деятельность внутренних органов значит желез внутренний внешний секрет и там кровеносных лимфатических сосудов а это игр играет ведущую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и приспособительных реакциях всех позвоночных иными словами это то что касается нашего вот тех процессов которые происходят в организме вне нашего сознания мы же не думаем о том как надо дышать мы не думаем о том как часто нужно сокращать сердечные мышцы да мы не думаем о том как надо поддерживать тело в тепле да все происходит как бы само собой вот за это отвечает двигать вегетативная нервная система поэтому но вот то что работает как часики это что мы не замечаем вот это и есть вегетативная нервная система а и знаете еще по-разному ее называют вот вегетативная нервная система вообще сокращенно в нс да вот так вы можете такую аббревиатуру увидеть вы можете в каких-то источниках ее название увидеть автономная нервная система ганглионарная нервная система от латинского ганглион а нервный узел висцеральная нервная система от висцера внутренности то есть ну разные варианты названия но все равно смысл один это то что вот тот незримый незримый наш помощник который все за нас делает вот мы не замечаем да как работает компьютер мы просто его включаем и пользуемся им а он работает а как там что происходит какие там нервные клетки ну там какие соединения происходят мы этого не знаем а нам знать и не надо в общем то да мы своими мозгами создаем какие-то произведения да мы что-то делаем мы на других уровнях можно сказать взаимодействуем но вот это тот незримый помощник без которого мы не сможем просто существовать то есть вегетативная нервная система это такой фоновый помощник наш до того как желудок наш работу в общем все работает а мы с вами занимаемся другими делами да как это сейчас на ум пришло вдруг война я а я голодный или как или я не выспался но вы помните в каком-то мультике этот конь наглый все говорил а да ну вот вегетативная нервная система это то под чьим контролем находятся органы кровообращения дыхания пищеварения выделения размножения а деятельность эндокринных желез также обмен веществ рост а и вообще что самое главное вегетативной нервной системе это рефлекторный принцип действия то есть это все работает на рефлексах а ну я не буду еще глубже заходить вот в обучении я это сделала но в общем то я думаю что эта информация вам не особенно нужно просто чтобы вы понимали что это то что работает вне зависимости от того в каком мы настроении что мы сегодня там хотим какие у нас мысли в голове все равно сердечные мышцы сокращаются все равно кровь бегает по венам все равно мы дышим все равно наш желудок работает ну то есть вот вот это вот то что работает невзирая на наши там с какой ноги мы встали а ну и мы что еще могу сказать ну давайте уже непосредственно перейдем к тому вот к этим ключам 11 которые я презентовала да и первый ключ а это кожные покровы разнообразные покраснение побледнение появление пятен вот у меня уже давным-давно эта картинка на слайде стоит но вот наконец-то я к ней подошла то есть люди особо мнительные они сами себя можно сказать как сливают да когда начинают волноваться я например отношусь к этим людям и возможно именно поэтому я занялась вопросами ну вот вот этими профайлинга да и психологии потому что я всю жизнь краснею это страшно это знаете у меня в детстве вообще был такой комплекс мне было страшно выходить в доске потому что даже я знала все но мне страшно было выходить на публику и я сразу покрывалась пятнами я сразу краснела и это было чудовищное испытание и мне казалось что я выгляжу как монстр какой-то да ну то есть вот вот это вот все это 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 сложно да сложно но вот с точки зрения профайлинга до определение волнения да мы пытаемся определить волнение и я вам скажу как человек который ну в этом живет да я скажу что бывает бывает такая категория людей которые краснеют просто от того что волнуются не факт что они врут но если человек покраснел значит он волнуется вот это вот такой сигнальчик который в общем-то ну скажем для определения честности там честно не честно говорит человек этого недостаточно но для определения именно факта волнения этого достаточно то есть бывает даже вот неосознанно я встречаю какого-то человека и у мой организм почему-то реагирует на него определенным образом вот при общении с определенными людьми я тоже краснею это это знаете это какой-то на это какая-то мистика да ну я я понимаю почему это происходит видимо там какие-то но мы же определяем запахи да и это не отслеживаем на уровне мозгов но наши бессознательно уже реагирует уже вступает в контакт с теми с кем мы контактируем и дает определенную реакцию вот это покраснение это в том числе реакция на атом подходящего или не подходящего человека по запаху понимаете это это будет просто страшная вещь не знаю сталкивались ли вы с таким но скажу вам как это 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 страшно это неловко тем более я очень мнительная сама по себе когда я начинаю краснеть мне самой становится очень неловко хотя вот бывает деловая какая-то встреча ты общаешься с кем-то тело пошло краснеть это это ну в общем вот так вот вот так бывает да и вот тему этого включу ролик по поводу вот реакции разнообразный например в клинике следует рефлекторные изменения сосудов при механическом раздражении кожи проведении по коже карандашом у здорового человека при этом возникает кратковременное побледнение раздражаемого участка кожи при высокой возбудимости вегетативной нервной системы на месте раздражения появляется красная полоса окаемленная бледными полосами суженных сосудов а при еще более высокой чувствительности в этом месте образуется отек появление отека кожи служит признаком вегетативной дисфункции по разным данным от 12 до 29 процентов подростков страдают этим заболеванием необходимо понимать что дисфункция может быть связано с периодом усиленного роста организма и может пройти сама собой с окончанием подросткового периода а может стать предвестником другого более серьезного заболевания в любом случае консультация врача необходимо да но в общем здесь я немножечко передохнула потому что много слишком о себе говорила как знаете как сплетник говорит о других зануда о себе а блестящий собеседник говорит с вами о вас так вот чтобы не становиться полностью занудой вот таким образом немножко отвлекла ваше внимание по поводу ну то есть вот вот эти рефлекторные вещи они никуда их не денешь да и они как бы реагируют на то что человек говорит и если пошла как одно дело когда вы там при встрече с человеком у вас пошла это ре ну или у человека на вас пошла эта реакция изначально да а другой вопрос когда при разговоре на какую-то тему у него пошла эта реакция вот значит вот там надо копать вот вот в чем смысл первого пункта теперь переходим плавно ко второму пункту второй пункт это акценты акценты которые тоже опять таки происходят рефлекторно до рефлекторно и человек всегда старается акцентировать внимание на том что для него важно что ну за что он как можно сказать топит да вот то что с чем он пришел до самое самое главное то есть не что человек говорит а как это могут быть ну так называемые пики до пики голосовые эмоциональные пики ну вот пики или наоборот провалы до провалы или пики вот и поэтому мы определяем насколько человеку комфортно некомфортно вот эту информацию нам доносить до та тема которая человека напрягает он будет ее избегать и та тема которая человека вдохновляет и возбуждает он будет ее доносить более громко более ярко более больше воздуха будет набирать в легкие с большим не знаю с большей амплитудой будет давать жесты но то есть вот вот поэтому мы тоже определяем насколько человеку это важно до ускорение замедление речи кашель снижение повышение звука заикание запинания вот это все имеет значение да и вот с точки зрения профайлинга мы определяем голосовые смысловые пики на самых важных моментах то есть важный момент который для человека самый главный он будет акцентировать на нем внимание он будет даже если его не спрашивают он будет вставлять эти фразочки не знаю вот лезть туда не на даже если у него будет не будет возможности что-то сказать он все равно будет ну доносить да вот то что ему важно и то что он пытается скрыть он будет наоборот этого всячески избегать как правило человек пытается скрыть неправду либо ну когда он бывает так что человек не знаю там вот как и вот в этом примере когда они пришли как бы рассказывать о своей семейной жизни а на самом деле использовали площадку для того чтобы втирать людям вот про свою вот эту вот там про завещание вот давайте послушаем как они это делали у меня на канале кстати есть этот разбор но это я еще тогда только начинала может быть там еще не очень понятно вот давайте пас и пронаблюдаем как вот эти вот пики да это даже можно сказать не вегетативная нервная система но с точки зрения вегетативной нервной системы мы тоже это все наблюдаем да вот эти пики и спады любой том что богиня не здесь на протяжении нескольких лет идет такое активная я бы сказала травля в сторону нашей семьи и мы действительно развелись и развод он настоящий я очень много вот здесь покачала головой да конечно слышу и в прессе и слухов и всяких гадостей что все это не по-настоящему и мы разведены но хочу сказать что наши отношения стали намного лучше после того как произошел развод и человеческие отношения они не зависят ни от каких бумаг и наши дети очень рады что никита приезжает что хорошее отношение и вот у меня в руках документ причем тут их развод и но то есть теперь понимаете для чего они пришли а вот для чего потом подснимите который мы привезли апостелированный документ это нотариус америке которая выписывала завещание написала дубликат вот они смысловые пики да она как бы попыталась что-то сказать но это все настолько несущественно настолько неважно что она даже слов не может подобрать да и она просто ну как будто она ничего не сказала по сути да она как-то вот сначала там под наехала на кого-то бла-бла-бла потом просто у нее закончилась информация и она посмотрела на своего дражайшего никиту да и он конечно же продолжил а продолжил чем не стал развивать тему того как все хорошо мирно и счастливо а вернулся к той теме для которой в общем то они и пришли сюда для которой они и собрали эту пресс-конференцию да поэтому вот в этом плане очень четко а теперь давайте посмотрим ну то есть вот это вот пики да вот с точки зрения то на чем человек хочет акцентировать внимание но это скорее даже не по вегетативной нервной системы я просто вот в тему пиков до хотела сказать а вот по вегетативной нервной системе сейчас вам покажу вот этот фрагмент мы с вами его смотрели на предыдущем занятии но с точки зрения вегетативной нервной системы посмотрите как человек сразу вот уходит уходит всячески от ответа вот это вот на тему того что где зарыто то что лучше не копать откуда человек хочет уйти то минное поле которое профайлеру надо как раз взрыхлить да вот вот здесь вот найти мину вот она хорошо давай рассказывать что мы будем делать дальше пока еще не знаю но тут много всего да а как ты планируешь восстановить физическую форму как ты себя чувствуешь есть какая-то какое-то ощущение дискомфорта что ты стал слабее дискомфорта сейчас пока нету потому что я не тренировался да там на том уровне с которым я на котором я был в плане вообще физической формы чувствую себя нормально боишься начинать нет чем мы каждый день там футбол играли то есть нет никакого страха что ты уже не тот что да нет нет вообще ничего а можно обратно что выявилась к этому это нет ну она не тот и не тот я вообще сейчас на самом деле это знаешь такое состояние когда я вообще не переживаю я уверен что все будет хорошо и все ну конечно я же с тобой вот видите в конце как раз вот этот вот голос вообще вот эмоциональный вообще весь провал да вы видите как ну да ты же со мной и вот вот это вот угнетение но мы знаем к чему это все в итоге пришло но вот по нему было видно что то что она с ним это фактор который его больше угнетает и о котором он не хотел бы сейчас говорить потому что ничего хорошего он сказать не может а плохое говорить не хотел просто как проблем себе добавлять поэтому вот такая реакция то есть мы видим по реакции что вот голосовой не пик а наоборот упадок и не только голосовой но вообще эмоциональный и смысловой и вообще вот вот упадок прям конкретный мы с вами сейчас увидели вот поэтому мы определяем где человек пытается ну где он сейчас недосказал а недосказанность как мы помним это уже форма уже и мы знаем в итоге к чему это все привело да вот если бы она здесь начала копать и ну не на камеру а просто разобралась бы почему такая реакция дату может быть еще что-то можно было разобраться да но она же все по-другому стала решать ну вот в итоге сейчас имеем то что имеем я ни в коем случае не становлюсь сейчас не на чью сторону да я просто констатирую факт вот вот здесь было был четкий сигнал того что сюда надо копать если хотите сохранить семью вот пожалуйста знаете про файлинг и будет вам счастье следующий ключ третий ключ это уже тема глаз и это ну довольно много информации по глазам ну вообще самый большой миф что человек когда лжет не смотрит в глаза это неправда человек может не смотреть в глаза и из-за застенчивости или из-за смущения ну я например вот тоже не смотрю в глаза у меня ну я очень мнительная сама по себе и для меня это довольно сложно поэтому я стараюсь не смотреть в глаза бывает так что особенно если я покатаюсь на сноуборде или там еще какие-то вещи у меня глаза просто настолько вот включается энергетика что я не рискую смотреть в глаза стараюсь как-то этого избегать вообще во многих культурах не принято смотреть в глазах во многих в разных странах да есть определенные правила в разных культурах есть разные правила поэтому смотреть в глаза не везде это норма да поэтому ну как бы взгляд в глаза это ни о чем не говорит значит кроме того человек может наоборот смотреть вам в глаза и нагло врать вот как например сейчас он ну да он эмоционально прокололся да но при этом же он ей смотрел в глаза понимаете ну и вот поэтому можно было сказать но он же не может врать смотря в глаза но некоторые признаки по глазам мы все-таки можем отследить и первый признак это когда человек говорит правду ой неправду ему нужно убедиться что его слушают и ему верят вот это вот поэтому он периодически будет смотреть на собеседника для того чтобы считать обратную связь дал порцию лжи посмотрел прошло не зашло не зашло потом дальше следующую порцию и вот так вот проверяет проверяет насколько это все заходит если ложь проходит он успокаивается и продолжает выдавать новую порцию обмана если у жертвы появляются признаки сомнения обманщик начнет убеждать нервничать ну в общем то убеждать будет этот человек который говорит правду да ну как бы ну насколько по этому признаку скорее мы можем определить насколько человеку важно чтобы мы ему поверили да и ну человек который очень сильно заинтересован в том чтобы мы ему поверили но вот будет вести себя таким образом да но здесь опять таки вот тема темы вегетативной нервной системы не всегда это стопроцентное ну вот определение лжи просто мы определяем где человек нервничает и это всего лишь один из трех составляющих да вот как я вам уже сказала три составляющие вот на всех этих трех уровнях нужно чтобы соответственно и так ну вот на вегетативной нервной системе мы увидели признак потом на эмоциях увидели признак и на жестах мы увидели признак Вот тогда это точно мы можем сказать, что здесь нам врут. Но если на каком-то из этих моментов, на каком-то из этих уровней мы видим сигнал какой-то, то это не знак того, что вот прям 100% он врет, вот имейте в виду. Потому что, ну вот это вот как бы может говорить о том, что врет, а может говорить о том, что ему очень важно, чтобы вы ему поверили, потому что на кону стоят очень серьезные вопросы, которые для него прям очень важны. Значит, следующий признак. При волнении глазам требуется более частое промаргивание. Как известно, во время стресса глазное яблоко, как и весь организм, становится суше, то есть влага уходит. Вот это, кстати, ну вот как раз это чисто вегетативная нервная система. То есть когда мы волнуемся, у нас начинается, ускоряется обмен веществ, и влага быстрее уходит, да. И поэтому мы чаще начинаем моргать. Значит, морганием глаз увлажняется. Кроме этого, с помощью кратковременного закрывания глаз происходит небольшая перезагрузка, обнуление, отдых визуального рецептора. Это может произойти от неожиданности, поэтому данный признак тоже нужно рассматривать в комплексе с другими доказательствами. Но, тем не менее, вот это уже знак того, что человек прям четко волнуется, да, если он чаще стал моргать. Следующий признак по глазам опять-таки. Отследить, куда направляется взгляд во время предварительного разговора. Вот это вот я часто этим пользуюсь. Ну, смотрите, сначала задаете вопрос про прошлое, там, задаете вопрос про будущее. Опять про прошлое, про будущее. И отслеживаете, куда человек посмотрел для того, чтобы ответить на эти вопросы. Ну, вопросы про прошлое. Что ты сегодня ел? Как ты сюда добирался? Там, не знаю, как зовут твоего кота, да, или там еще. Ну, какие-то вот такие вещи, которые точно есть, и которые вот прям, если он немножко вернется в прошлое, ему несложно будет это вспомнить и ответить вам на этот вопрос, да. И про будущее вопросы. Куда ты собираешься поехать отдыхать? И куда, какие у тебя планы на сегодня? А там, еще что-то, да, вот такое вот. Что тоже легко ответить, и что предполагает взгляд, ну, как вот погружение, погружение в определенное настроение, касающееся либо прошлого, либо будущего, да. И вот отслеживаем, куда направлен взгляд, и дальше уже задаем уже четкий вопрос по поводу того, ну, который нас интересует. И смотрим, куда он посмотрел. Если в прошлое, то это точно было, если в будущее, то это он предполагает. И здесь нет, знаете, вот по интернету часто гуляют такие картинки, где там взгляды, да, вот эти вот ключи взглядов, ну, это нет какого-то универсального ключа. Потому что у одного человека прошлое находится в одном месте, у другого в другом, и это не, ну, как бы это не общая панацея. Поэтому надо сначала задавать вопросы, да, или что мы делаем в интервью, когда ведущая, там, вот, интервьюер задает вопрос, да. Я смотрю те вопросы, которые касаются прошлого, я их сразу смотрю и сразу отслеживаю, куда смотрят, да. И что касается будущего, ну, то есть интервьюер делает за меня определенную работу, он задает определенные вопросы. И эти вопросы, ну, я по этим вопросам делаю ключи взглядов, да, вот героя, которого разбираем. А дальше мы уже, как бы, по готовому идем, да, но, тем не менее, все равно это очень важно, чтобы, ну, вот, задаешь вопросы про прошлое и про будущее, и делаешь определенные выводы. А дальше еще один миф, это зрачки, да, вот, на размер зрачков влияет множество факторов. И не факт, что именно ложь, что, там, не знаю, там, зрачки уменьшились, увеличились, это именно ложь. Конечно же, в комплексе этот признак можно учитывать, но зрачки могут расширяться от того, что человек испытывает удовольствие, от того, что освещение стало меньше, от того, что, не знаю, ему просто стало теплее, там, он вышел, зашел в более теплое помещение, он расслабился. То есть, вот, вот это вот, ну, как бы, тоже не такой уж важный фактор, да, и, кроме того, не буду здесь упоминать те вещи, которые приводят к расширению зрачков или сужению зрачков, да. Просто, скажем, да, в комплексе это можно рассматривать, но не стопроцентная панацея, что зрачки там расширились, и, значит, человек, но зрачки расширяются, когда человек говорит о каком-то удовольствии, да, вот он вспомнил это удовольствие. Да, можно это отследить, ну, опять, это нужен определенный опыт, вот на это опираться, я думаю, не стоит, вот в обычной жизни, прям, вот, например, у меня темно-карие глаза, это сложно видно, да, ну, и вообще, вот это, как бы, признак, да, но он не очень важный, не очень, ну, основополагающий, поэтому, ну, как бы, можно учитывать, но не опираться на него на 100%. Вот такие вот по глазам у нас ключи, и это был у нас третий ключ, теперь следующий, четвертый ключ, нужно наблюдать за дыханием человека, во время стресса дыхание становится менее глубоким, ну, вы наверняка замечали и сами за собой, но самый четкий пример, который вы можете отследить, если вам приходится выступать где-то на публике, или вот как я сейчас, например, я очень мнительный человек, я опять становлюсь занудой, но опять, каждый раз, когда я выступаю, да, каждый раз, когда я записываю видео, для меня это стресс и волнение, и поэтому, вот, в обычной жизни я спокойно набираю полные легкие воздуха, да, я говорю полными легкими, да, у меня звук, я прям даже слышу свой звук, он совершенно другой, он более глубокий, он более насыщенный, но когда я начинаю, вот, даже вот сейчас я пишу видео, да, но я волнуюсь все равно, и мои легкие, они все равно скукоживаются и не дают мне выдать нормальный такой звук, поэтому, ну, это, в общем-то, у меня не ситуацион, вернее, как, это просто связано с тем, что я сама по себе очень, у меня возбудимая нервная система, и я вот такая, да, я очень мнительная, стеснительная и застенчивая и так далее, но если, например, вы разговаривали в нормальной обстановке, и тут на какие-то темы человек начал вот так зажиматься, то имейте в виду, что это как раз и есть признак вегетативной нервной системы, значит, человек заволновался, то есть вот опять это важно не в целом, да, вот, допустим, он с вами общается, а вы, там, по статусу намного выше его, да, естественно, он волнуется, да, и поэтому он может так, ну, давать вот эти сигналы, не, вот это мы не будем учитывать, мы будем учитывать, если человек общался с вами спокойно, нормально, да, набирал полные легкие воздуха, а потом вдруг на какой-то вопрос он стал вот более уклончиво говорить, и меньше вот воздуха в легких, вот звук стал более высокий, звук может становиться, да, когда мы набираем меньше воздуха, мы начинаем дышать вот более верхними слоями дыхательной системы, да, и звук становится более высокий, менее глубокий и, ну, более поверхностный, да, и вот по этому признаку определяем, что человек заволновался, то есть во время стресса диафрагма сжимается и прекращает производить глубокий в этот звук, и вот по этому признаку мы делаем определенные выводы. Следующее, это потоотделение, во время стресса могут начать потеть руки, либо вообще человек может начать потеть, и это опять-таки, для нас с вами определенный знак, да, вот по вегетативной нервной системе. Следующее, частота сглатывания, это тоже очень такой интересный момент, вот касаемо, как раз, вот помните, когда я про глаза говорила, и когда человек волнуется, быстрее работают обменные процессы в организме, ну, опять-таки, это же вегетативная нервная система, она регулирует, насколько быстро работать, ну, вот нашим выделительным и так далее органам, да, ну, вот, вот, чтобы наш организм, если стресс мы начинаем, наш организм начинает работать быстрее, и, соответственно, вода быстрее уходит, и появляется дефицит воды, и получается, что сглатывание слюны, ну, чаще нам приходится делать, и вообще, вот эти глотательные рефлексы, они тоже, как правило, происходят на стрессе, да, вот, когда человек начал о чем-то таком стрессовом говорить, у него, вот, все включается, все включается, ну, как-то, может быть, сумбурно, может быть, еще как-то, да, человеку не хватает влаги, то же самое можно отнести, туда же относим, облизывание губ, десен, чесание в носу, часто во время совещания, вот, кстати, ну, вот, ставят вот эту воду, да, и смотрят, кто больше всех волнуется, тот больше всех пьет, и даже были такие наблюдения, когда там в какой-то фирме кто-то слил информацию, и, ну, была разборка, всех собрали, да, на совещании, и выяснили, что, ну, там вода стояла, и вот больше всех пила как раз та, которую потом в дальнейшем улечили в этом преступлении, она прям пила бесконечно, да, ну, и понятно, потому что волновалась больше всех, а вот, значит, кто больше волнуется, тот больше пьет, как правило, ну, опять-таки, тоже зависит, может быть, человек просто попал в какую-то непонятную среду и начинает волноваться, да, надо сравнивать, сравнивать до и после, или предыдущее совещание, пил ли он так много, да, вот если вот этот случай, да, брать, в пример, который я привела, да, поэтому вот это вот тоже такой признак, который нужно учитывать, это у нас было, был шестой ключ, дальше, может появиться слабость в конечностях, либо общая скованность, руки могут начать непроизвольно трястись, проверить это можно, да, в человеку что-то написать, да, вот это вот все, может появиться наоборот суетливость в движениях, вот эти вот все вещи, которые происходят сами собой, человеку очень сложно это контролировать, вот это и есть вегетативная нервная система, то есть организм начинает, ну, организм попадает в стрессовую ситуацию, начинаются включаться вот все, какая-то перезагрузка происходит и у человека начинаются всякие сигналы тела, которые он сам не хочет нам показывать, вот это вот тоже сигналы. Дальше, следующий ключ, восьмой, это пульсация сонной артерии, в связи с увеличением частоты сердечных сокращений, может стать заметна вот эта пульсация сонной артерии, либо, знаете, еще во время стресса может начать дергаться глаз, ну, это такой, мы можем сами это, вот я иногда ощущала это, вот, у меня прям глаз дергается, но я думаю, что это не было заметно, но вот если вы заметили, что у человека задергался глаз, то знаете, что он заволновался, по какой причине, это непонятно, да, ну, волнение пошло. Следующий сигнал, который мы можем увидеть, это человека вдруг потянуло в сон, или еще какие-то, ну, позевывание, поскрипывание зубами, там, всякие такие вот сигналы, это тоже, ну, сигналы, которые относятся как раз к вегетативной нервной системе, и как сказал Винни-Пух, это же неспроста, да, ну, если человек начал вести себя по-другому, значит, вот сюда надо копать, да, сюда надо внедряться и выяснять, в чем там, в чем здесь проблема. Дальше, и еще сразу два пункта, сразу два ключа, 10 и 11, это либо слишком быстрый ответ, либо замирание и паузы, и слишком медленный ответ, то есть вот и слишком быстро плохо, и слишком медленно тоже плохо, понимаете, вот это вот изменение времени на ответ в любую сторону, это сигнал того, что человек испытывает стресс для ответа, да, а испытывает стресс, почему он это делает, ну, потому что он что-то не хочет нам говорить, да, или что-то, ну, есть какая-то информация, которую он не хочет, чтобы мы услышали. Да, ну, в общем, и подводя итог нашему занятию, давайте я вам сейчас включу еще раз семью Мамаевых, и вот вы в комментариях, пожалуйста, исходя из той информации, которую я вам сегодня дала на уроке, в комментарии напишите, пожалуйста, что вы увидели из того, что мы сегодня проходили. Вот сейчас включаю этот фрагмент. Ты готов? Ну, давай попробуем, почему нет. Ну, вот рассказывай, вышел, значит, ты из тюрьмы, сел в Гиллендваген, что было дальше? Потом я пересел в Рейндж-Ровер. Дальше? Все, поехал в Москву, сюда. Один? Нет, Саня, двоим поехал. Больше никого не было? Нет. Вот это вот про взгляды. Помните, я вам говорила, человек убеждается, дал определенную порцию, проверил, зашла, не зашла, да, информация, вроде зашла, все нормально, дальше можно говорить. Сама ехала? Да. Водителя не было, да? Водителя не было. И обратите внимание, вот здесь, вот в этом ролике, да, вы наверняка, исходя из того, что сегодня, какую информацию я вам дала, вы наверняка найдете сигналы вегетативной нервной системы, именно, но и они же подтверждены и жестами, и эмоциями, и всем остальным. То есть, получается, что здесь вот как раз именно ложь идет на трех уровнях, и прям четкие сигналища такие, что просто, мама, не горюй. Вот я вам очень рекомендую дать мне развернутый ответ под этим видео, да, чтобы мы с вами, ну, понимали, да, это, по большому счету, это уже урок, да, урок по вегетативной нервной системе. И сейчас вам еще выведу вот эту схемочку нашу, да, получается, что сейчас мы с вами прошли вегетативную нервную систему, да, эмоцию вы можете присоединиться к обучающему курсу и проработать, прокачать в себе вот этот навык определения эмоций, потому что для того, чтобы, ну, вы наверняка это в обычной жизни хотите использовать, да, и вот чтобы это использовать в обычной жизни, вам надо вот-вот на раз-два эмоции определять. Вот вам поможет курс эмоций, и присоединяйтесь к моему новому курсу, который я уже начала делать по жестам, я опять-таки соберу все жесты по нашим интервью. Чем хорошо вот именно вот так учиться, да, это именно по примерам из жизни. Вот это просто блестяще, я считаю, что вот именно так, да, это не какие-то там актеры, хотя в принципе актеры действительно делают все очень правдоподобно, и в художественных фильмах я часто вижу примеры. И у меня в обучении, в полном обучении очень много примеров из художественных фильмов, но на тот момент, когда я делала обучение, у меня не было просто стольких примеров, столько, такого количества наработок по определению в интервью, да, и сейчас вот когда уже на канале более 500 видео с разборами, я уже, ну, у меня накопилась достаточная база знаний для того, чтобы давать вам информацию не по художественным фильмам, а именно по реальной жизни. Поэтому присоединяйтесь к этим моим курсам, я постаралась сделать минимальную стоимость для того, чтобы вы могли спокойно присоединиться, но самое главное, что от вас требуется, это смотреть и даже не запоминать, а просто вот отрабатывать вот этот навык. Ну, там, для того, чтобы накачать какую-то часть тела, надо просто максимально часто это качать, да, вот и всё, и будет вам накачанная мышца. Вот это тоже, ну, вот определение лжи, это тоже мышцы, да, и вот их можно накачать вот таким образом. Поэтому я думаю, что я уже вам чётко дала всё, всё, что надо, вот для того, чтобы начать с этим работать, да, вы поняли уже структуру работы по профайлингу, да, и я думаю, что, может быть, я ещё запишу ещё одно видео, как задавать вопросы. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим, это будет видно, если посчитаю нужным, значит, сделаю ещё такое видео, а так, в общем, я думаю, что вам понятно, да, вот как приступить к изучению профайлинга, да, вот многие у меня на канале часто спрашивают, вот как, у меня просто в общем обучении, там, физиогномика и профайлинг, они общим блоком идут, и, в общем-то, я не могу это разделить, потому что в физиогномике есть много профайлинга, и вычленять это я тоже не могу, поэтому вот так вот получилось, да. А здесь я создала вот чисто вот такие вот мини-обучалочки для того, чтобы именно прокачать профайлинг. Вот сюда я вношу всё, что как бы есть вот из всего полного курса, поэтому, ну, можете пойти по другому пути по обучению физиогномики и профайлингу, полное обучение, ну, а можете вот такие вот мини-курсы, которые я вам показала по схеме, да, вот, с их помощью начать уже прям прокачивать свои вот эти мышцы. Да, в общем, что, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы случайно зашли, и вам понравилось, в общем, люблю вас всех очень сильно, до новых встреч, пока-пока!